Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы проведем очередное комбинированное занятие за курс 2 класса. Также это занятие будет полезно всем ребятам, которые учатся в начальной школе. Занятие у нас 7. Предыдущее занятие вы можете найти в плейлисте у меня на канале. Давайте проведем каникулы с пользой. Итак, начнем выполнять наше сегодняшнее задание с русского языка. Упражнение первое. Прочитайте слова в строчках, определите орфограмму, спешите эти слова и допишите еще по два слова. Выполните это задание самостоятельно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В первой строчке орфограмма буква сочетания ЖИ-ШИ. Важно помнить, что буква сочетания ЖИ-ШИ пишется с буквой И. Во второй строчке буква сочетания ЧК. ЧК пишется без мягкого знака. В третьей строчке имена собственные. Важно помнить, что имена собственные пишутся с большой буквы. Следующее задание. Прочитайте текст. Спешите текст, вставляя пропущенные буквы. Обратите внимание, что в данном тексте пропущены безударные гласные, которые можно проверить. Давайте вспомним, какие гласные требуют проверки. Безударных гласных 5. Тех, что надо проверять. Вы запомните, друзья, буквы А, О, Е, И, Я. Как проверить безударный гласный? Чтобы проверить безударный гласный, нужно изменить или подобрать однокоренное слово так, чтобы безударный гласный стал ударным. Спешите текст, вставляя пропущенные буквы. Рядом со словом напишите проверочное слово. Не забудьте выделить орфограмму. Какие проверочные слова вы подобрали? Напишите мне об этом в комментариях. Следующее задание по этому тексту. Нужно подчеркнуть грамматическую основу в каждом предложении. Вспомним, что такое грамматическая основа. Грамматическая основа состоит из слов, названия предметов, подлежащая, подчеркивается одной чертой, отвечает на вопрос, кто или что. Второе главное слово в предложении называется сказуемым. Это слова, названия, действий, предметов, которые отвечают на вопросы, что делает, что делает и подобные вопросы. Их нужно подчеркнуть двумя чертами. Вспомним, как это делать. На краю леса росла ель. Задаем вопрос. Что? Ель. Это подлежащая. Подчеркиваем одной чертой. Выражена именем существительным. Ель. Что делала? Росла. Это сказуемая. Подчеркиваем двумя чертами. Выражена глаголом. Выполните самостоятельно, определите грамматическую основу в каждом предложении. Проверим. Следующее предложение. Под елью была норка. Что? Норка. Это подлежащая. Подчеркиваем одной чертой. Выражена существительным. Норка что делала? Была. Это сказуемая. Подчеркиваем двумя чертами. Выражена глаголом. Там живет мышка. Кто? Мышка. Это подлежащая. Подчеркиваем одной чертой. Выражена именем существительным. Мышка что делает? Живет. Это сказуемая. Подчеркиваем двумя чертами. Выражена глаголом. На еле вороны устроили гнездо. Кто? Вороны. Это подлежащая. Подчеркиваем одной чертой. Выражена именем существительным. Вороны что сделали? Устроили. Это сказуемая. Подчеркиваем двумя чертами. Выражена глаголом. Белка прыгнула с сосны на ель. Кто? Белка. Это подлежащая. Подчеркиваем одной чертой. Выражена именем существительным. Белка что сделала? Прыгнула. Это сказуемая. Подчеркиваем двумя чертами. Выражена глаголом. Шустрый зверек спрятался в дупле. Кто? Зверек. Это подлежащая. Подчеркиваем одной чертой. Зверек что сделал? Спрятался. Это сказуемая. Подчеркиваем двумя чертами. Подлежащая чаще всего бывает именем существительным, а сказуемая глаголом. Кто выполнил это задание так же, поставьте восклицательный знак. Вы молодцы! Следующее задание будем выполнять по математике. Прочитайте задачу. Прочитаем задачу вместе. Бабушка прополола девять грядок. Илья на четыре грядки меньше, чем бабушка, а папа прополол столько, сколько бабушка и Илья вместе. Сколько грядок прополол папа? Скажите, задача простая или составная? Верно. Задача составная. Для ответа на ее вопрос нужно выполнить два действия. Выполните решение этой задачи при помощи выражения. Продолжение следует... Проверим. Для того, чтобы ответить на вопрос задачи «Сколько грядок прополол папа?», нам сначала нужно знать, сколько грядок прополол Илья. Илья прополол на четыре грядки меньше, чем бабушка, а папа прополол столько, сколько бабушка и Илья вместе. Чтобы выполнить решение этой задачи при помощи выражения, мы можем записать следующую запись. «К разности чисел девяти и четырех». Почему «К разности»? Потому что Илья на четыре грядки меньше. «Прибавить девять» — это то количество грядок, которые прополол Илья. И плюс девять — это те грядки, которые прополола бабушка. «Сумма этих чисел является количеством грядок, которые прополол папа». Сколько получилось? Верно! Четырнадцать грядок. Четырнадцать грядок прополол папа. Кто решил задачу, также поставьте восклицательный знак. Вы молодцы! Выполняем следующее задание. Нужно решить уравнение. Уравнение — это выражение с переменной. Вместо числа мы используем любую букву. У минус двенадцать равно тридцать. Чтобы выполнить решение этого уравнения, нужно посмотреть на действие. Действие вычитания. Вспоминаем компоненты действий. Уменьшаемая, вычитаемая, разность. Вспомним, как найти уменьшаемое. Чтобы найти уменьшаемое, нужно к вычитаемому прибавить разность. Выполните решение этого уравнения. Также выполните решение второго уравнения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во втором уравнении мы находим вычитаемое. Вспомним правило. Чтобы найти вычитаемое, нужно от уменьшаемого вычесть разность. Следующее задание. Нужно сравнить, поставить знаки больше, меньше или равно. Для этого нужно найти значение выражений. Выполнить это задание самостоятельно. Добавил субтитры создавал DimaTorzok 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 Следующее задание. Нужно решить задачи. Прочитайте условия задачи. Прочитаем задачу вместе. Было 16 пачек цирковой массы. Привезли еще 16 пачек цирковой массы с цукатами и 14 пачек цирковой массы с изюмом. Сколько всего стало пачек цирковой массы? Для того, чтобы ответить на вопрос этой задачи, нам нужно все данные сложить. Выполните решение этой задачи самостоятельно. Проверим. Для того, чтобы легче было сосчитать, мы сначала к 16 прибавим 14. 16 плюс 14 равно 30. 30 плюс 16 равно 46. Всего 46 пачек цирковой массы привезли в магазин. Кто выполнил решение этой задачи, также поставьте восклицательный знак. Вы молодцы! Следующая задачка. Прочитайте задачу. Выполните самостоятельно ее решение. Следующее задание. Запишем и выучим словарные слова. Сегодня у нас будут словарные слова на букву Д. Запишите слова в строчку. Поставьте знак ударения. Подчеркните буквы, написание которых нужно запомнить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Не забывайте, что словарные слова не как нельзя проверить. Их можно только запомнить. Поэтому учите словарные слова для того, чтобы быть грамотными. А сейчас мы напишем с вами математический диктант. Приготовьтесь! Я вам буду читать выражение. Вы записываете ответы в строчку через запятую. Читаю один раз. 86 увеличить на 8. Чему равна сумма 88 и 4? Первая слагаемая 35, вторая 9. Чему равна сумма? К 74 прибавить 6. 42 уменьшить на 6. Насколько 33 больше, чем 9? Сколько нужно отнять от 62, чтобы получить 49? Насколько 29 меньше 43? В одном ящике 24 килограмма конфет, а в другом на 6 килограммов меньше. Сколько килограммов в двух ящиках? В двух классах 70 учеников. В одном классе 34 ученика. Сколько учеников во втором классе? А сейчас проверим. Сравните свои записи и мою запись. Если у вас выполнено так же, поставьте восклицательный знак. Вы молодцы! Сегодня мы с вами выполнили много хороших заданий по русскому языку и по математике. Я желаю вам хорошего отдыха, прекрасной погоды и чудесного настроения. Давайте проведем каникулы с пользой. Всего вам самого доброго! Не забудьте поставить лайк. До новых встреч!